Здравствуйте! Знаете, я являюсь огромным фанатом пеших прогулок по всяким интересным подворотням различных городов Россиюшки. Помимо колоритных маргинальных элементов и всем знакомых трехбуквенных надписей, я все чаще стала замечать на стенах домов небольшие мозаики, которые выполнены в технике пиксель-арт. Как вы знаете, за порчу государственного имущества можно получить по жопке от соответствующих органов исполнительной власти. Поэтому сегодня мы сделаем безопасную версию мозаики, которая послужит хорошим декором для комнаты, без вреда для внешнего вида города и вашего личного дела. Я серьезно, чужие стены портить плохо. Для этого проекта нам понадобятся один блок мозаики на сетке. Они вводятся в магазинах для ремонта в отделе с кафелем. Свой я купила в Леруа за 100 рублей. Там были и синие по 75, но белые будет легче красить. Акриловые краски. У меня в закромах уже были несколько тюбиков, но недостающие цвета я купила в Ашане. Всего по 40 рублей. Клей-момент-кристалл. Можно и термо, но будет, наверное, не так надежно. Акриловый лак. У меня в аэрозоле, но только потому, что он был куплен заранее. Можно использовать и обычный в баночке. Картон. В идеале переплетный, но у меня был только гофрированный, поэтому используем то, что есть. И всякие кисточки, спонжики для окрашивания, а также ножницы. Как обычно, начинаем наш проект с поиска схемы. Google с радостью их выдает на запрос PixelArt. На примере этого грибочка я покажу, как в фотошопе нарисовать сетку, если ее изначально не было на картинке. Создаем новый документ. У меня две на две тысячи пикселей, просто потому, что мне так удобно. Перетаскиваем сюда нашего подопытного, масштабируем его так, как нам нравится и нажимаем Enter. Создаем новый слой над картинкой. Инструментом прямая. Проводим линии так, чтобы они проходили ровно по границам пикселей на изображении. Если при этом зажать клавишу Shift, то прямые не будут отклоняться от маршрута и будет все ровненько. И так делаем всю сетку. Я на видео счетерила и просто скопировала вертикальный ряд и повернула на 90 градусов. Наша сетка готова. Теперь нажимаем Ctrl-S и сохраняем PNG-шник или JPEG. Это без разницы. Теперь вариант беседки в топку и у нас есть чем работать. Для себя я нашла вот такую картиночку и немного отредактировала ее под свой проект. Данную схему вы по традиции можете найти в описании. Считаем сколько деталей каждого цвета нам нужно и разрезаем панель. У меня он даже осталось немножко на случай, если что-то пойдет не так. Окрашиваем квадратики, не снимая их с сетки. Так они никуда не убегут и не растеряются. Для создания разных оттенков бордового я просто замешиваю черный и красный акрил в разной концентрации. Окрашиваю все спонжиком, так как он оставляет приятную шероховатую текстуру, а не дурацкие полосы, как кисточка. Спонж, кстати, можно легко заменить на обычную кухонную губку, но мне больше нравится работать вот таким. У него есть удобная палка-хваталка. И да, он многоразовый. Если его хорошенько мыть после каждого использования, он прослужит очень долго. После полного высыхания акрила нужно покрыть все лаком. Вот такой в баллончике воняет просто жуть. Нужно работать на балконе и в идеале еще и с маской на лице. А пока сохнет лак, можно вырезать основу из картона. Я уже знаю, что ширина одной плиточки примерно 2 сантиметра, поэтому рисую сетку 2 на 2 чуть больше, чем необходимо по схеме. Измерения у нас не особо точные, потом будет легче просто лишние отрезать. Тем временем наши детали полностью высохли и готовы к приклеиванию на картон. Садимся поудобнее, укладываем схему перед глазами, включаем интересный видосик и вперед. Отрываем один квадратик, убираем остатки клея, если они есть, наносим каплю клей-момент-кристалл и хорошенько придавливаем. Так продолжаем до тех пор, пока все поле не будет заполнено мозаикой. Оставляем нашу конструкцию в покое, пока клей полностью не засохнет. Видите, из-за размера плиточек мы немного съехали с нарисованной сетки. Лишнее нужно будет отрезать канцелярским ножом. И пожалуйста, будьте осторожны на этом этапе. Я для надежности еще разок покрыла все лаком и дала хорошенько просохнуть. Дело за малым. Нам осталось лишь покрасить боковушки и заднюю сторону мозаики. Это уже опционально, можно в принципе и не красить. Вот видите, если бы я использовала переплетный картон, то срез был бы ровненьким, красивеньким, а не гофрированным. Ну ничего, важно, что передняя сторона хорошо получилась. Ну вот и все. Необычный декор для комнаты готов занять свое место на полке и в сердечке его создателя. Также этот арт-объект можно использовать как подставку под горячее. Это по большей части зависит от качества лака, которым вы все покрывали сверху. Ну, если что. Я, кстати, чуть ранее сделала в этой же технике уточку и проверку горячими чашками она прошла на ура. Делайте проекты по нашим видосам и делитесь фотками в инстаграме. А еще меня можно на них отметить и я буду с радостью их рассматривать и лайкать. Или в специальном альбоме в моей группе в ВК. Все ссылки, конечно же, будут в описании внизу. Будьте лапочками, не занимайтесь вандализмом и да пребудут с вами качественные и недорогие материалы для крафта. До свидос! Продолжение следует...